добрый день дорогие друзья я очень рада что вы интересуетесь тем как снимать документальные истории про свой прекрасный арктический регион поделюсь с вами принципами и алгоритмами которые помогут это сделать все они сформулированы из моей практической деятельности и проверены в работе и так что такое документальная фотография по сути это умение рассказывать истории языком фотографий конечный продукт это фотосерия или фотопроект в таком формате изображения сопровождаются разными видами текста визуальная составляющая в приоритете то есть историю нужно снять таким образом чтобы без чтения текста зритель уже мог сложить какое-то представление о той теме которую вы раскрываете каждая фотоистория состоит из двух больших компонентов авторской идеи и методов ее реализации идея это то что лично ваше и должно именно вас волновать это что-то близкое лично вам я расскажу именно об этом об алгоритмах которые вы сможете применить к любой своей идее алгоритм это технология они универсальный рецепт овладение этой технологии позволит вам высвободить ваш личный ресурс для творческой работы ответы на многие вопросы у вас будут заранее останется только работать над идеей вы сможете создавать свою фотосерию фото проект поле глубоко или осознанно и сделайте их понятными людям давайте разберемся во всем самого начала вот вы хотите научиться снимать фотоистории чтобы что наверняка чтобы рассказать о том что считаете важным о проблемах достижениях или каких-то явлениях присутствующих вашем информационном пространстве фотография универсальный язык интуитивно понятный людям из совершенно разных стран и сообществ ремесло рассказчика одно из древнейших она появилась вместе с примитивными социальными коммуникациями просто на протяжении веков меняла форму когда-то это были наскальные рисунки или саги представь передаваемые из уст в уста теперь это текст и визуальные образы на мультимедийных информационных платформах в интернете изменилась форма ремесло продолжает жить для вас фотография это инструмент который вы можете применить для решения совершенно разных задач например вы хотите привлечь внимание к проблемам коренных народов к их традициям образу жизни вы снимаете серию берете интервью делаете публикацию в сми если материал будет качественно подготовлен то его с радостью возьмут не только региональные но и федеральные издания так например история про ненцах о которой я говорила вам раньше в россии взял national geographic и заповедник за рубежом вышла большая публикация в французском журнале тарсоваж и это только часть ресурсов где серия была опубликована в серии нет какой-то особой проблематики она просто рассказывает о быте и образе жизни таймырских кочевников о том что они его сохранили сквозь века через такие работы на других концах света узнают что где-то далеко есть загадочная енисейская сибирь через образы она становится чем-то близким в памяти людей как предлагать издание материал и выстраивать с ними работу и расскажу в одной из следующих лекций также мы поговорим как продвигать свой проект или фото серию другими методами привлекаете больше внимания к работе больше внимания получает тема очень простой закон а дальше расходятся круги по воде так у меня были истории после которых читателя через редакции отправляли героям финансовую помощь или проблемы героев решались другим образом ваши истории могут привлечь инвестиции к проекту сейчас благотворительные фонды используют документальный storytelling для того чтобы собирать деньги своим подопечным многие из них привлекают средства именно через фото истории посмотрите портал такие дела многие хорошие авторы публикуют там подобные материалы у меня есть один проект который я снимаю уже более пяти лет он называется братья по северу его можно посмотреть на моем сайте если коротко то рядом с москвой в селе воздвиженское есть группа людей которые сохраняют деревянную архитектуру русского севера они привезли туда несколько объектов в том числе и два объекта 19 века старинную курную избу из архангельской области и амбар из республики коми если бы не реставраторы то эти ценные объекты культуры и архитектуры были бы просто утрачены а теперь они стали частью музея живой архаики новая старая и получили вторую жизнь так вот про это место и этих людей я снимаю очень давно благодаря опубликованным статьям пришли новые волонтеры появились меценаты готовы поддержать проект из любви к нашей старинной деревянной архитектуре в том числе благодаря хорошей визуальной презентации проекта мы уже в четвертый раз получаем финансовую поддержку фонда президентских грантов и это только часть активностей которые мы реализовали за последние годы в общем ваши истории могут работать на вас и на ваших героев и приносить много пользы теперь пара слов про специфику съемки в арктике сложность и прелесть арктического региона в том что он труднодоступен автором сюда сложнее добраться билеты из центрального региона стоит дорого внутренняя логистика не всегда понятно кроме того в холодную половину года непривычным к морозам путешественникам нужно хорошо подготовиться привычным тоже по всем этим причинам в арктике есть множество нерассказанных историй которые снимать можно бесконечно у авторов которые живут в арктическом регионе преимущество это ваша земля вы ее знаете вы ее чувствуете понимаете как никто из нас пришлых так что у вас есть бесконечный круг нерассказанных тем которые можно раскрывать через визуальные истории к материалам из российской арктики есть огромный интерес по всему миру это я проверила на собственном опыте ни одни мои работы не получали такого признания как снятые в арктике то же самое рассказывают мои коллеги которые тоже снимали на крайнем севере я очень надеюсь что мои лекции помогут вам в развитии ваших творческих процессов также вы всегда можете меня найти в социальных сетях и задать вопросы буду рада вам помочь теперь перейдем ближе к практике что нужно знать для работы и что мы будем изучать в рамках нашего небольшого курса мы тезисно поговорим о работе над историей под ключ от проработки идеи до публикацию в сми а также о иных способах продвижения курс именно об этом последующих лекциях мы разберем каждый из этапов работы над проектом в отдельности чтобы у вас сложилась целостная картина процесса сейчас начнем с того что еще глубже погрузимся в тему и поймем что же такое документальная фотосерия фотоистория или фото проект на деле применим любой из этих терминов есть нюансы но они в целом не существенны для начала рассмотрим свойства фотоистории которые отличают ее например от фоторепортажа в классическом понимании первое в истории первичная идея которая стоит за серией снимков в ней есть авторское послание которое облекается форму фотографии то есть вы делаете не просто набор кадров вы через кадры доносите свою мысль сначала определитесь что вы хотите сказать а потом выразить это через кадры второе для фотоистории нужно визуальное единство кадров то есть цветовое световое и композиционное решение будет объединять снимки в общий продукт проще говоря из большого количества снимков вы должны с минимальными усилиями выбрать те которые относятся к одной серии третье фотоистория строится по законам истории любого другого формата она должна вовлекать читателя для этого с одной стороны рассказывать что-то новое с другой стороны давать возможность зрителю проассоциировать себя с персонажем который по формальным признакам не похож на него но имеет что-то общее и резонирующее в глубине души то есть документальная история вовлекает через интерес и сопричастность также как хорошее кино четвертое фотоистория живет дольше чем репортаж потому что даже рассказывая события она говорит о чем-то большим что за ним стоит например фотоистория о людях которые на волонтерских началах собирают мусор в арктике будет не просто набором кадров документирующих процесс сбора мусора смыслы можно вложить разные но я бы наверное через сбор мусора рассказывал о людях которые служат таким образом своей земле так тема становится гораздо глубже и значительней и мы рассказываем не только историю на поверхности но и затрагиваем глубинные смыслы экологический контекст самоорганизацию людей ради общего дела еще одно важное свойство документальной истории это ее протяженность этот момент нужно осмыслить на раннем этапе подготовки проекта протяженность особенно актуально для больших проектов которых вы поднимаете сложные темы над которыми вы работаете долго например вы хотите рассказать историю как здорово группа людей организовала систему местного самоуправления в своем конкретном поселке для того чтобы сделать свою жизнь лучше и через это раскрыть важность увеличения полномочий местного самоуправления по всей стране у меня действительно был такой запрос и мне предложили раскрыть эту чем тему всего через один поселок как в капле воды показать всю страну но я сразу сказала что это невозможно потому что такая история будет выглядеть как частный случай и не покажет значение местного самоуправления как явление для такой истории нужно взять хотя бы три поселка в разных концах страны в разных климатических зонах и на разной удаленности от больших городов и показать что все они справляются задачей иными словами такому фотопроекту нужна будет территориальная или географическая протяженность также протяженность может быть временная то есть вы наблюдаете за героем в одной географической точке на протяжении какого-то времени и раскрываете разные аспекты его жизни некоторые коллеги снимают проекты годами но это вовсе не обязательно иногда это может быть серия встреч в течение нескольких месяцев или даже недель главное показать своего героя в разные моменты его жизни и динамику его состоянии еще протяженность может быть смысловая это разные аспекты сюжета истории в одной географической точке в один период времени например вы приезжаете в какой-то населенный пункт который чем-то примечателен или связан с каким-то событием и делаете историю по нему рассмотрите разные его стороны разные аспекты жизни людей продумайте все детали пазла потом превратите их в фотографии и сложите цельную картину когда у вас есть возможность вдумчиво поработать над истории анализ с точки зрения протяженности одна из основ вашей работы на первом этапе безусловно бывают ситуации когда на проработку темы и съемку очень мало времени при этом у вас должен быть какой-то цельный продукт так часто выглядят задания от редакции но в таком формате ваши фотографии идут в тесной связке с текстом тогда алгоритм простой ты стараешься на бегу запечатлеть какие-то разные визуальные аспекты объекта съемки а потом складываешь их в художественную серию она может просто иллюстрировать текст а может также быть и самостоятельным продуктом отдельно отдельной фотосерии которую можно использовать в том числе и для фотоконкурсов вот например история про норильск на съемку у меня было меньше двух дней в итоге получилась статья на портале информагентства regnum и получилась фотосерия которая была отобрана в финал и международных конкурсов об участии в конкурсах зачем это нужно и как это делать я расскажу подробнее в конце нашего курса а теперь у меня для вас небольшое задание на самостоятельную работу посмотрите разные фотопроекты и сохраните себе те которые будут вам по душе вот список ресурсов где вы можете их смотреть их безусловно больше я делюсь с вами теми которые мне самой нравится больше всего а вы для себя потом можете выбрать другие так вот посмотрите разные серии выберите и сохраните те которые вам понравятся больше всего а потом подумайте что именно вас не зацепила тема цветовое решение герой или что-то еще так вы узнаете больше о том что нравится вам как автору и посмотрите как другие авторы реализуют те или иные идеи я сама ссылки сохраняю при помощи базового инструмента google приложения google keep она находится там же где google диск почему важно смотреть чужие проекты с одной стороны это приучает вас мыслить историями анализировать истории вы начинаете быстро улавливать из каких кирпичиков состоит каждый из них навык такого анализа поможет вам в работе над своими материалами с другой стороны есть такое понятие как насмотренность чем вы больше смотрите хороших работ тем лучше снимаете свои насмотренностью не стоит пренебрегать она важная основа профессионального роста на этом я с вами прощаюсь дорогие друзья и желаю продуктивной работы встретимся на следующих лекциях а